Глава 21. Несколько дней на суше. Я не без волнения ступил на берег. Нэтленд пробовал землю ногой, точно испытывал её прочность. А ведь всего два месяца, как стали мы, по выражению капитана Немо, пассажирами Наутилуса. Короче говоря, пленниками его командира. Спустя несколько минут мы были уже на расстоянии ружейного выстрела от берега. Почва состояла почти исключительно из кораллового известняка. Но, судя по руслам высохших рек, усеянным гранитными обломками, можно было предположить, что происхождение острова относится к древней геологической формации. Горизонт был скрыт великолепной завесой лесов. Гигантские деревья, достигавшие в вышину 200 футов, переплетались между собой ползучими лианами, которые покачивались от дуновения ветерка, образуя настоящие гамаки, созданные самой природой. Мимозы, фикусы, казуарины, тиковые деревья, гибискусы, панданусы, пальмы в гирляндах зелени, венчающие их вершины, говорили о плодородии здешней природы. Под их зелеными сводами у подножия гигантских древесных стволов пышно разрастались орхидейные, бобовые растения и папоротники. Превосходные образцы новогвинейской флоры не прельщали канадца. Он предпочитал полезное приятному. Кокосовая пальма привлекла его внимание. Он сбил с дерева несколько кокосов, расколол их, и мы пили их молоко, ели кокосовую мякоть, испытывая удовольствие, что отнюдь не говорило в пользу меню наутилуса. «Превосходно!» — восклицал Нэтленд. «Вкусно!» — вторил ему канцель. «Полагаю, что ваш Нэмо не запретит погрузить на борт кокосовые орехи», — спросил канадец. «Думаю, что не запретит», — ответил я. «Но сам он не прикоснется к ним». «Тем хуже для него», — сказал канцель. «Тем лучше для нас», — поправил его Нэтленд. «Нам больше останется». «Одно лишь слово, мистер Нэтт», — сказал я гарпуниру, намеревавшемуся приняться за вторую пальму. «Кокосовые орехи — отличная вещь, но прежде чем загружать ими лодку, не лучше ли сперва узнать, нет ли на острове продуктов не менее полезных?» «Свежие овощи были бы весьма к месту в кладовых наутилуса». «Господин профессор говорит дельно», — сказал канцель. «Я предлагаю сохранить место для трех продуктов. Одно для плодов, другое для овощей и третье для дичи, который, кстати сказать, и не пахнет». «Канцель, брось отчаиваться», — ответил ему канадец. «Словом, надо идти дальше», — сказал я, — «но будьте начеку. Остров, по-видимому, необитаем. А все же тут могут найтись охотники, не столь щепетильные насчет дичи, как мы». «Хм-хм», — прорычал Нэтт Лэнд, выразительно лязгая зубами. «Э, что с вами, Нэтт?» — воскликнул канцель. «Честное слово», — сказал канадец, — «я начинаю понимать прелесть людоедства». «Нэтт, Нэтт, что вы говорите?» — крикнул канцель. «Два, оказывается, людоед. Право. Жить в одной каюте с вами небезопасно. А если, проснувшись, я вдруг увижу, что наполовину съеден?» «Друг канцель, я люблю вас, но не настолько, чтобы съесть без особой надобности». «Сомневаюсь в этом», — отвечал канцель. «Давайте-ка лучше охотиться. Настреляем-ка поскорее какой-нибудь дичи и насытим этого каннибала. Иначе господин профессор рискует в одно прекрасное утро найти вместо слуги ножки-дорожки». Так, обмениваясь шутками, вступили мы под темно-зеленые своды и в течение двух часов обошли лес из конца в конец. Случай благоприятствовал нам в поисках съедобного. Нам встретилось дерево, одно из самых полезных представителей растительного мира тропиков, доставившее нам драгоценный продукт, которого не хватало на борту наутилуса. Я говорю о хлебном дереве, в изобилии, произрастающем на острове Гвебараар. Особенно ценной была его бессеменная разновидность, носящая у малайцев название «Рима». Дерево это отличается от других деревьев совершенно ровным прямым стволом высотой в 40 футов. Верхушка его с большими многопластными листьями, изящно закругленная, как бы подстриженная. Ясно говорит натуралисту, что перед ним хлебное дерево, которое так удачно акклиматизировалось на Маскаренских островах. Среди густой листвы висели тяжелые шаровидные плоды величиной с дециметр, с шероховатой кожей, представляющей собой как бы сеть шестиугольников. Это полезное дерево, которым природа одарила страны, где нет зернового хлеба, не требует ухода и приносит плоды в течение восьми месяцев в году. Неду Ленду хорошо были знакомы плоды хлебного дерева. Ему случалось уже не раз есть их во время своих многочисленных путешествий, и он умел приготовить питательное блюдо из его мякоти. При виде этих плодов у него разыгрался аппетит. Сударь, — сказал он, — я умру, если не отведаю этого хлебца. Отведайте, друг Нед, отведайте на здоровье. Мы для того и высадились тут, чтобы все испробовать на опыте. Валяйте же. — За мною дело не станет, — ответил канадец. И, вооружившись зажигательным стеклом, он развел костер из валежника. Сухое дерево вскоре весело затрещало, а тем временем в конце лия выбирали самые спелые плоды хлебного дерева. Многие из них еще не вполне созрели, и толстая кожа прикрывала белую, но все же волокнистую мякоть. Однако в большинстве сочные желтоватые плоды казались только и ждали, чтобы их сорвали с ветки. Сердцевина этих плодов не содержала в себе косточек. Канцель принес их целую дюжину, и Недленд, разрезав плод на толстые ломти, положил на горячие уголье, приговаривая. — Вы увидите, сударь, как вкусен этот хлеб. — Особенно, когда долго не видишь хлеба, — сказал Канцель. — Это даже не хлеб, — прибавил канадец, — а пирожное, которое тает во рту. — Вам, сударь, не доводилось пробовать его? — Не доводилось, Нед. — Ну вот, попробуйте. Вещь питательная. Если не попросите второй порции, я больше не король гарпунеров. Спустя несколько минут наружная оболочка плодов совершенно обуглилась. Изнутри проглянула белая мякоть, похожая на хлебный мякиш. Знатоки уверяют, что вкусом она напоминает артишоки. Надо признаться, хлеб был превосходный, и я ел его с большим удовольствием. К сожалению, — сказал я, — едва ли это тесто может долго сохраниться. И, по-моему, напрасно брать его в качестве провизии на борт. — Помилуйте, сударь! — воскликнул Недленд. — Вы рассуждаете как натуралист, а я действую как булочник. Канцель, припасите да побольше этих плодов. На обратном пути мы возьмем их с собою. — А как же вы заготовите их впрок? — спросил я канадца. — Приготовлю из мякоти кислое тесто. Оно долго не портится. Когда понадобится, я испеку его в корабельной кухне. И, несмотря на несколько кисловатый привкус, хлеб покажется вам превосходным. — В таком случае, мистер Нед, я скажу, что ваш хлеб хоть куда, и желать больше нечего. — А все же, господин профессор, — отвечал канадец, — недостает овощей и фруктов. — Ну что ж, давайте искать фрукты и овощи. Окончив сбор плодов хлебного дерева, мы отправились пополнять меню нашего земного обеда. Поиски наши не были напрасны, и к полудню мы собрали достаточное количество бананов. Эти нежные тропические плоды поспевают круглый год, и по-малайски они называются писанг. Их едят сырыми. Кроме бананов мы собрали множество ягс, чрезвычайно острых на вкус плодов мангового дерева и невероятной величины ананасов. Хотя сбор плодов отнял много времени, мы не жалели об этом. Концель глаз не спускал с Неда. Гарпунер шел впереди и, проходя мимо плодовых деревьев, безошибочно выбирал лучшие плоды для пополнения наших запасов провизии. — Надеюсь, теперь вы удовлетворены, друг Нед? — спросил Концель. — Хм-м-м, — промычал канадец. — Как, вы все еще недовольны? — Все эти травки не могут заменить обеда, — отвечал Нед. — Это только приправа к обеду, десерт. — А где же суп, жаркое? — В самом деле, — сказал я, — Нед обещал угостить нас отбивными котлетами. Но, видимо, это чистейшая фантазия. — Сударь, — отвечал канадец, — охота еще не кончилась, охота еще впереди. — Потерпите немножко, нам непременно встретится какая-нибудь пернатая или четвероногая дичь. Если не в этом месте, так в другом. — Если не сегодня, то завтра, — прибавил Концель. — А все же не следует удаляться от берега. Я предлагаю даже воротиться к лодке. — Как? Уже? — вскричал Нед. — К ночи мы должны быть на борту, — сказал я. — А который теперь час? — спросил канадец. — Часа два, не менее, — отвечал Концель. — Как быстро бежит время на твердой земле, — воскликнул мистер Недленд, вздохнув. — В путь, — сказал Концель. — Мы шли обратно лесом и попутно пополняли наши запасы листьями капустного дерева, за которым приходилось взбираться на самую верхушку, и зелеными бобами, которые малайцы называют Абру. — Мы были нагружены до отказа, когда подходили к лодке. Однако Недленд находил, что провизии еще недостаточно, и судьба оказала ему свою милость. Мы уже собирались сесть в шлюпку, как вдруг внимание канадца привлекли саговые деревья из семейства однодольных, достигавшие 25-30 футов в вышину. Эти деревья столь же цены, как и хлебное дерево, и справедливо причисляются к полезнейшим из представителей флоры малайи. Это были саговые пальмы девственных лесов, которые не нуждаются в уходе и размножаются из отростков и семян. Недленд знал, как обращаться с этими пальмами. Он взял топор, размахнулся, что есть силы, и в одно мгновение повалил на землю две или три пальмы. Белая пыль, осыпавшая их листву, говорила о зрелости плодов. Я следил за работой канадца скорее глазами натуралиста, нежели проголодавшегося человека. Прежде всего, Недд снял с каждого ствола кусок коры толщиной в большой палец, причем обнажилась сеть волокон, переплетавшихся в самые запутанные узлы, связанные неким подобием клейкой муки. Мука эта и была сага, съедобное вещество, основной продукт питания меланезийского населения. Недленд разрубил ствол на куски, как рубят дрова, отложив время на добывание из него муки, которую нужно было просеять, чтобы отделиться от волокон, затем высушить на солнце и, наконец, дать ей затвердеть в формах. В пять часов вечера, погрузив в лодку все наши сокровища, мы отчалили от острова и через полчаса пристали к борту Наутилуса. Никто не вышел нам навстречу. Огромный стальной цилиндр казался пустым. Освободившись от ноши, я сошел в свою каюту. Там был для меня приготовлен ужин. Поужином я лег спать. На другой день, 6 января, на борту ничего не изменилось. Ни малейшего шума, ни признака жизни. Шлюпка покачивалась у борта, и мы решили вернуться на остров Гвебараар. Недленд надеялся, что на этот раз охота будет удачнее, чем накануне, и хотел попытать счастье в другой части леса. С восходом солнца мы были уже в пути. Лодка, увлекаемая морским прибоем, вскоре пристала к берегу. Мы высадились на берег и, рассудив, что вернее всего положиться на инстинкт канадца, последовали за ним, рискуя не раз потерять из виду своего длинноногого товарища. Недленд вел нас вглубь западной части острова. Пройдя вброд несколько шагов, мы вышли на равнину, окруженную великолепным лесом. Вдоль ручейков бродили зимородки, но при нашем приближении они улетали. Видимо, крылатые не ожидали, не однажды сталкивались с двуногими нашей породы и знают, что можно ожидать от человека. Поэтому я заключил, что если даже островы не обитаем, то все же сюда наведываются человеческие существа. Миновав довольно тучные луга, мы подошли к опушке молодого леса, откуда доносился птичий гомон и слышалось хлопанье крыльев множества птиц. «Тут одни только птицы», — сказал канцель. «Но есть же и съедобные птицы», — ответил карпунер. «Едва ли, друг Нед», — возразил канцель. «Я вижу одних только попугаев». Друг канцель, — важно отвечал Нед, «и попугай сойдет за фазана, коли есть нечего». «А я скажу», — заметил я, «что если эту птицу хорошо приготовить, она вполне пригодна на завтрак». И в самом деле в густой листве деревьев гнездился целый мирок попугаев, готовых заговорить на человеческом языке, если бы кто-нибудь занялся их обучением. Они перепархивали с ветки на ветку, болтали с попугайчиками всех цветов. Тут были шлемоносные какаду, важные, казалось, занятые решением какой-то философской проблемы. Тут точно лоскутки красной материи, развиваемые ветром, мелькали ярко окрашенные лори. Тут на широко распахнутых крыльях шумом проносились калаус и радовали глаз своим оперением лазуревого цвета самых тончайших оттенков. Словом, тут были представлены все виды отряда пернатых, прелестных, но большую частью несъедобных птиц. Однако ж в этой коллекции недоставало одного экспоната, а именно птицы, которые водятся только в здешних краях и никогда не покидают пределы островов Ару и Папуа. Но позже случай все же позволил мне полюбоваться этой замечательной птицей. Пройдя сквозь довольно редкий лесок, мы вышли на поляну, местами густо заросшую кустарником. Тут мне довелось увидеть великолепных птиц, которые, судя по расположению их длинных перьев, приспособлены были к полету против ветра. Их волнообразный полет, изящество, с которым они описывают в воздухе круги, игра красок их оперения, притягивали и чаровали взор. Я сразу же узнала этих птиц. — Райские птицы! — вскричал я. — Отряд воробьиных — семейство райских птиц! — ответил канцель. — Семейство куропаток? — спросил Нэтленд. — Не вполне, мистер Нэт. Все же я рассчитываю на вашу ловкость и надеюсь, что вы поймаете хотя бы одного представителя этих очаровательных созданий тропической природы. — Попробую, господин профессор, хотя я лучше владею острогой, чем ружьем. Малайцы, которые ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем, ловят их различными способами, но мы не могли к ним прибегнуть. То они расставляют селки на верхушке деревьев, где охотнее всего гнездятся райские птицы, то ловят их, обмазывая ветви особым клеем, лишая птиц возможности двигаться. Иногда даже отравляют источники, из которых обычно пьют воду эти птицы. Что касается нас, то надо было попытаться подстрелить их на лету, что давало мало шансов на успех. И действительно, мы истратили попросту большую часть наших зарядов. К одиннадцати часам утра мы миновали первую гряду холмов, образующих центральную часть острова, и не подстрелили никакой дичи. Голод уже давал себя знать. Охотники, понадеявшись на богатую добычу, просчитались. Но тут, к великому удивлению самого канцеля, ему удалось двумя выстрелами сразу обеспечить нас завтраком. Он подстрелил белого голубя и вяхеря, которых мы проворно ощипали, и, насадив на вертел, стали жарить на костре сухого валежника. В то время, как эти занятные птички жарились, Нед приготовлял плоды хлебного дерева. Голубь и вяхерь были съедены до косточки, и мы нашли, что птички очень вкусные. Мускатные орехи, которыми они питаются, придавали их мясу особый аромат и вкус. Точно пулярки, вскормленные на трюфелях, — сказал канцель. — Ну, а теперь чего вам еще не достает, Нед? — спросил я канадца. — Четвероногой дичи, господин Аронакс, — отвечал Нед Лэнд. — Все эти голуби хороши только на закуску, чтобы губы помазать. Я не успокоюсь, пока не подстрелю животное, годное на котлеты. — Ну что ж, будем охотиться дальше, — сказал канцель. — Вернемся только обратно к берегу. Мы находимся у самых предгорей, а мне сдается, что уместнее охотиться в лесах. Канцель был прав, и мы последовали его совету. Через час мы пришли в густой лес, сплошь состоявший из саговых деревьев. Из-под наших ног выскальзывали змеи, правда, не ядовитые. Райские птицы улетали при нашем появлении, и я терял уже надежду поймать хотя бы одну из них. Как вдруг канцель, который шел впереди, нагнулся, торжествующе вскрикнул и возвратился с великолепной райской птицей в руках. — Браво, канцель! — воскликнул я. — Господин профессор слишком любезен, — сказал канцель. — Помилуй, дорогой мой, ты мастерски это сделал, взять птицу живой, да еще голыми руками. Если господин профессор пожелает взглянуть на нее поближе, он увидит, что моя заслуга не так велика. — Почему, канцель? — Потому что птица пьяна. — Пьяна? — Да, сударь, пьяна от мускатных орехов, которыми она объелась, сидя под мускатным деревом, где я изловил ее. — Поглядите, друг Нед, поглядите-ка! Вот пагубное последствие невоздержания. — Тысячи чертей! — вскричал канадец. — Нашел, чем корить меня. А много ли я выпил джина за эти два месяца? Тем временем я изучал любопытную птицу. Канцель не ошибся. Райская птица опьянела от хмельного сока мускатных орехов и пришла в беспомощное состояние. Она не могла летать. Она едва передвигала ноги. Но это меня мало беспокоило. И я оставил ее протрезвиться от мускатного хмеля. Пойманная птица принадлежала к красивейшему из восьми видов райских птиц, обитающих в Новой Гвинеи и на соседних островах. Это была райская птица большой изумруд, чрезвычайно редкая. В длину она имела 30 сантиметров. Голова ее была относительно мала. Глаза, поставленные близко к клюву, тоже невелики. Оперение птицы отличалось красотой и являло собой прелестное сочетание цветов. Клюв желтый, лапки и ноготки темно-коричневые, крылья светло-коричневые с пурпурным окаймлением, хохолок и затылок бледно-желтые, шея изумрудная, брюшко и грудь темно-каштановые. Оба удлиненных нитевидных хвостовых пера изящно изогнуты, боковые перья удивительной легкости и изысканной красоты. Короче говоря, это была сказочная птица, которой тузенцы дали поэтическое название «Солнечное». У меня было сильное желание вывести в Париж этот великолепный экземпляр и подарить его ботаническому саду, где нет ни одной живой райской птицы. «Значит, это редкая птица?» спросил канадец. Он, как охотник, не очень высоко ценил дичь с художественной точки зрения. «Чрезвычайно редкая, мой друг, и главное, ее трудно взять живой. Даже шкурки убитых птиц высоко оцениваются, поэтому тузенцы подделывают их чучело, как подделывают жемчуг и бриллианты». «Как?» — воскликнул канцель. «Делают фальшивые чучело райских птиц?» «Да, канцель». «И господин профессор знает, как это делается?» «Разумеется, райские птицы во время восточного мусона теряют свое великолепное хвостовое оперение, которое на языке натуралистов называется субаларным. Эти перья и собирают птичьи фальшивомонетчики. Затем они искусно вклеивают их или вшивают в хвост какого-нибудь злополучного попугая, предварительно его ощипав. Наконец, они закрашивают швы, лакируют птицу и вывозят в европейские музеи или частные коллекции эти произведения своего своеобразного мастерства». «Ну что ж, — сказал Нэтлэнд, «если птица и поддельная, все же перья настоящие, я не вижу в этом большой беды, ведь птицу покупают не на жаркое, но если мое желание иметь живую райскую птицу осуществилось, то желания канадского охотника еще не были удовлетворены». Все же к двум часам дня Нэтлэнду посчастливилось подстрелить превосходную лесную свинью по туземному баре у танга. Животное пришлось кстати, и мы получили настоящее мясо четвероногого. Нэтлэнд был горд своей удачей. Свинья, сраженная электрической пулей, была убита на повал. Канадец освежевал ее, выпотрошил и нарезал с полдюжины отбивных к ужину. Затем охота возобновилась и вскоре ознаменовалась охотничьими подвигами Нэда и Канцеля. Два друга, обшаривая кустарники, спугнули стадо кенгуру. Животные пустились бежать, припрыгивая на своих эластичных лапах. Но как быстро не бежали зверьки, электрические пули их настигли. «Ах, господин профессор!» – вскричал Нэтлэнд в охотничьем раже. «Какая отличная дичь, особенно в тушеном виде! Сколько тут съестных припасов для наутилуса! Два, три, пять штук убито! Подумай только, что мы одни съедим это мясо, и они те столопы на борту не получат ни кусочка!» Я думаю, что в приливе радости канадец перебил бы всё стадо, если бы не увлёкся болтовнёй. Но он удовольствовался дюжиной этих любопытных сумчатых, которые составляют, по словам Канцеля, первый отряд млекопитающих, у которых плацента отсутствует. Животные были невелики. Они принадлежали к виду кенгуру-кроликов, которые обычно живут в дуплах и отличаются большой увертливостью. Несмотря на то, что зверьки эти некрупные, мясо их считается одним из самых вкусных. Мы были очень рады, мы были очень довольны результатами охоты. Удачливый Нэтлэнд предлагал вернуться на другой же день на этот прелестный остров и перебить всех четвероногих, годных в пищу. Но он, как обычно, не принимал во внимание непредвиденных обстоятельств. Около шести часов вечера мы вышли на берег моря. Лодка стояла на прежнем месте, в двух милях от берега выступая из волн силуэт наутилуса, напоминавший рифовую полоску. Нэтлэнд, не теряя времени, занялся приготовлением обеда. Он был мастером в поваренном искусстве. Отбивные котлеты из бариутанга скоро зашипели на уголях, распространяя приятнейший запах. Но я ловлю себя на том, что, кажется, сам иду по стопам канадца. Я прихожу в восторг от куска жаркого мяса. Да простят мне читатели, как я прощаю мистеру Ленду и по той же причине нашу общую слабость. Обед удался на славу. Два пяхеря довершили роскошество меню. Саговое тесто, плоды хлебного дерева, несколько манго, штук шесть ананасов и перебродивший сок кокосовых орехов привели нас в радужное настроение. Я даже подозреваю, что мысли моих уважаемых спутников не отличались должной ясностью. «А что, если мы не вернемся нынче на борт Наутилуса?» сказал Канцель. «А что, если никогда туда не вернемся?» прибавил Нед Ленд. «В этот момент у наших ног упал камень, и вопрос Гарпунира остался без ответа».